Музыка Стал вопрос о том, что нужно защищать патенты, были и другие рекомендации, защита диссертации и все прочее, прочее. Я сказал, что мне это вроде как и не надо, но для того, чтобы получить патент, нужна же статистика, нужны примеры, нужны факты, нужны доказательства. И защитив патент по способу диагностики заболеваний мочеплых органов мужчин, у нас уже были готовы материалы для лечения мочекаменной болезни, для лечения воспалительных заболеваний мочеплых органов и масса других. Так вот, я собирал все материалы и в конечном итоге это вылилось в протокол кинейских испытаний, где приведена статистика, что где как хорошо получалось, и здесь все точно, все достоверно. Значит, на каждого пациента, прибывшего к нам, мы заводим карточку. Здесь идет паспортная часть, выясняются жалобы пациента, анамнез болезни, анамнез жизни, дальше объективные данные при обследовании. Дальше здесь же заносятся результаты лабораторных исследований, всех других исследований, которые проводятся пациенту. Дальше, как я уже сказал, что практически 100% больных мы проводим электроакупунктурную диагностику, это проводит специалист по этой линии. Значит, здесь заполняется, мы взяли вот все органы мочеполовой системы, здесь мочеиспускательный канал переднего и заднего, это предстательная железа, мочевой пузырь, яички и придатки слева-справа, почки слева-справа. И дальше таблица подбор медикаментов, ведь аппарат ДТД производит показать, какое же лекарство нужно дать человеку, не полпотолок, как это часто бывает, а компьютер или этот аппарат, они точно покажут, что поможет вот именно этот препарат, а не какой-то иной. Протокол был создан в 2005 году. Тогда Сергея Петровича пригласили на международную конференцию «Мужское здоровье», которая проходила здесь в Москве, в Доме правительства города Москвы. Ну, Сергей Петрович, естественно, пригласил меня, но чтобы не ехать с голыми руками, я вот как раз уже, ну, у меня материалы были, я просто суммировал, что чего и оказалось. Ну, вот возьмите, такое массовое заболевание, как хронический простатит, вот в то время было 4800 больных, выздоровление 4792, значит, 8 больных. И у меня есть материалы, и я даже до сих пор, вы понимаете, я же лечащий врач, я не ученый, там, и мне некоторые случаи, ну, почему 4792 мы получили вот эту картиночку, секрет нормальный, а у некоторых нет. Ну, хронический цистит, очень часто встречаемое заболевание, здесь мы не видим никаких трудностей в лечении, есть специальные частоты, применение, ну, 10-15 дней, в зависимости от того, что, а острый цистит бывает несколько дней, все, по-моему, это. Острый уретрит, применяем аппараты, ну, здесь трудности какие, это когда вот стали портативные аппараты, и у пациента многие приобретают, и дома, тогда мы надаем специальные частоты разработаны, и лечение происходит очень быстро, ликвидируются воспалительные изменения. Дальше, хронический пилонефрит, ну, это вообще благодать. Вот, знаете, как появилась аппаратура, вот, пилонефрит и доброкастная гиперплазия предстательной лизы, мы ни одной частоты не изменили, не изменили. Те, что изначально были, во все остальные, это уже шла комбинация того или иного, из разных отраслей брали, то здесь ничего изменения не произошло, и результаты поразительные. Гламированный фрит встречается тоже, там несколько дольше приходится лечиться, потому что гламированный фрит – это самое серьезное воспаление почек, воспаляется тот участок, где как раз фильтруется моча. И вот гламированный фрит почему-то подается лечению тяжелее, но, тем не менее, всегда подается, всегда, в конечном итоге, у больных прекращается тестирование этого заболевания. Камни почек. Вот, написал я здесь, что в двух случаях не растворился. Один, вы знаете, был, ну, отблестело что-то такое. Мы уже потом, как-то было сообщение где-то в печати, золото у человека оказалось в этом самом, в почках. Мы думали, может, у тебя золото там, значит. Значит, тот не растворился. И еще там какой-то случай, по памяти сейчас не вспоминаю. Кисты почек, вы знаете, от 10 мм до 65 мм в наших случаях, они все зарастали. От 10 дней до 6 месяцев. Пользование специально есть частота киста почки, она полностью зарастает. УЗИ ничего не может обнаружить. То была полость такая, ну, я говорю, разных размеров, то контрольное исследование, значит, все получается заросшее. Ничего там не осталось. Олигозооспермия. Это, значит, пониженное количество сперматозоидов и вообще секрета эякулята. Это ученые фиксируют во всем мире. Что некоторые считают, что мужчины вообще скоро прекратят существование на планете Земля. Так вот, ученые, по-моему, из Башкоркастана занимались очень хорошо эти дела. И эякулята мало становится. И количество сперматозоидов. Если в старые годы считалась норма 100-200 миллионов сперматозоидов в одном кубике спермы, то сейчас это встречается чрезвычайно редко. В основном где-то меньше 50. Нижняя граница плодовитости считает вообще 30 миллионов. А мы встречали и 10, и 15, и 20. Так вот, частоты, которые изготавливает этот аппарат, и мы еще применяем индийский спиман, рождаются детки. Количество спермы, то есть количество сперматозоидов увеличивается нормальных величин, и рождаются дети. Очень прекрасно. Это такая радость. Это надо только посмотреть на выражение лица того мужчины или той женщины, который имеет своего собственного ребенка. Это счастье. Вот доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Дорогие товарищи, ну жуткая операция. Даже та же самая ТУР. Трансуретральная резекция предстательной железы. Придуманы сотни лекарств. Проскар, Кардура, и чего только нет. Больные принимают, вот если лекарства, то получают временное облегчение. То есть просвет мочеиспускательного канала увеличивается, больному легче помочиться, становится. Вот недавно у меня был в прошлом году случай. Одного из моих хороших знакомых, папа, живет в Москве. Ему 70 лет. И я был ему очень благодарен. Когда он приехал, я расспрашиваю, как же он лечился. Он принимал несколько лет простамол УНА. А когда мы сделали, у него гигантская железа. Гигантская. То есть уже третья стадия доброкачественной гиперплазии предстательной железы. А нашим методом за три курса лечения мы железу поставили, как всегда я говорю больным, какой она была у вас в 18 лет. Он уехал счастливый, доволен. И очень такой благоприятный успех. Но операция есть операция. Это же калечащее дело. Мужчина остается без предстательной железы. А что такое предстательная железа? Французы когда-то назвали второе сердце мужчины. Ну как сердце убрать? То есть мужчина уже не состоятельен, как мужчина. Редко некоторые имеют возможность продолжать половые сношения сексуальные. И живут мужчины прекрасно. Ночью по туалетам не бегают. Занимаются сексом и в 80, и в 90 лет. И таких случаев у нас немало.